У нас в лицее образовался особый клуб. Ну не у нас, а у больших, у девочек лет 14-15. Не помню уже в чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны быть непременно влюблены. Невлюбленных не принимали. А у меня в том классе была приятельница Зосия Иницкая. Она меня очень уважала, несмотря на то, что я была маленькой. А уважала на меня за то, что я много читала, а главное за то, что я писала стихи. У них в классе никто не умел сочинять стихи. И вот она переговорила со своими подругами и рекомендовала меня. Те, узнав про стихи, тут же согласились, но, конечно, спросили, влюблена ли это Зу и в кого? Тут мне пришлось признаться, что я не влюблена. Как быть? Я бы, конечно, могла наскоро в кого-то влюбиться, но я была в лицее живущей и ни одного мальчика не знала. И тогда Зося предложила прямо гениальную штуку. Она предложила мне влюбиться в ее брата. А брат ее, молочина, гимназист, совсем взрослый, ему скоро будет тринадцать. Но ведь я его ни разу не видела. Ничего, говорит, я покажу тебе его в окно. А пансион у нас был очень строгий, вроде монастыря, и смотреть в окошко было запрещено и считалось даже грехом. Но все девочки ухитрялись каждый день в четыре часа, когда из соседней гимназии мальчики идут домой подбегать к окошку. Конечно, поставив у двери сигнальщика. А сигнальщик — это одна из девочек по очереди. В случае опасности должна петь «Апы Марию Гуна». И вот на другой день прибегает за мной Зося и тащит меня к окну. Вот они идут, вот и он, Юрик! Сердце у меня колотилось так, что даже в ушах звенело. «Который? Который? Да он тот! Круглый!» Смотрю, действительно один из мальчиков ужасно какой круглый. Ну совсем яблоко. Мне даже как-то больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося спрашивает, «Ты согласна?» Ну что делать? Говорю, «Да». Тогда, говорит, я сегодня же вечером у него спрошу, согласен ли он в тебя влюбиться, так как в нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимная. На другой день Зося рассказывает мне, как она предложила Юрику в меня влюбиться. Он сначала спросил, «А что я от тебя за это получу?» Но она объяснила ему, что это нужно сделать совершенно даром и рассказала про клуб. «А это которая Зо?» — спрашивает он. «Та, что с абажуром на шее?» Потом немного поломался, но в конце концов согласились. Мне было обидно, что мой чудесный воротник, которому многие девочки завидовали, он назвал абажуром. Но из-за такой ерунды разбивать из своего его сердца было бы глупо. И так начался роман. Каждый день я вместе с другими девочками подбегала к окошку, махала платком, и на мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и было видно, как оно вздыхает. Как-то раз Зося принесла мне открытку, которую Юрик сам для меня нарисовал и раскрасил. Открытка очень взволновала меня, несмотря на то, что на ней были изображены всего-напросто гуси. Я даже спросила Зося, от чего именно гуси? Она сказала это от того, что они ему очень хорошо удаются. В ответ на гусей я послала ему стихи. Стихи были не очень свежие, я уже несколько месяцев писала их в альбом подругам, но ведь они от этого хуже не стали. Стихи были такие. Когда весною ландыши цветут, Мне мысли грустные идут, И вспоминаю я всегда О днях, когда была я молода. Через пару дней Зося принесла мне стихи от Юрика. Стихи были длинные и непонятные, А слова у них были совсем ужасные. Читала я, спрятавшись в муалку, Зося стояла на часах. Я как только прочитала, Тут же разорвала бумагу на мелкие кусочки, Кусочки закатала в катышки, Выбросила в форточку. От стихов в голове стало совсем дурно и даже страшно. Ухватила я только одну фразу, Но и того было достаточно, чтобы прийти в ужас. Фраза была Я влекусь в тебе, как больной сатана. Больной сатана? Такой, такой круглый, оказывается, больной сатана? Это сочетание было такое ужасное, Что я бросилась носи на шею и зарыдала. Настроение у меня было ужасное. Чувствовала, что погрязла в грехе. Во-первых, смотрела в окошко, Что сама по себе грех. Во-вторых, влюбилась, Что грех уже серьезный и необычайный. Да еще этот ужас с больным сатаной? Такой страшный объект для любви. На другой день я пошла к окошку. Вижу, ждет. Я Скорчила самую безобразную рожу, Высунула язык, развернулась спиной и ушла. Зося, говорю, я твоему брату дала отставку. Пусть так и знает. На следующий день Зося пришла в школу совсем расстроена. Ты, говорит, даже не представляешь, что она делала. Юрик сказал, Ты его оскорбила, И что он, как дворянин, Не перенесет позора. Я безумно испугалась. Неужели Застрелится? Напишу ему стихи, Тогда стреляться не будет. Стала сочинять. Среди ангелов на небе голубом Я буду помнить о тебе одном. Не успела я дописать эту строчку, Как меня схватила за плечом наша строгая классная дама. Девочки разъехались, Меня на праздники не отпустили. Я наказана. В наказание мне дали написать сочинение о весне. Весна, написала я. Крупная слеза упала на бумагу, Чернила распылись. Я обвела кляпсу в кружочек И стала разрисовывать ее сияние. И подумала. Вот она. Моя первая весна.